Тема сегодняшней лекции – общественно-экономические формации. Общественно-экономические формации – это вот такая категория социальной философии, которая необходима для того, чтобы пользоваться методом исторического материализма. А в чём состоит сам метод исторического материализма? Сам метод состоит в том, чтобы определять, как материальное производство воздействует на другие сферы общества. Материальное производство – это общественное бытие. А есть общественное сознание, как совокуподность мыслей общества, которые высказываются или записаны в каких-нибудь произведениях или в каких-то элементах духовного богатства. Как вот оно влияет? Вот для того, чтобы можно было говорить о науке построенной, о научном понимании общества, нужно уметь использовать этот вот метод исторического материализма с помощью теории общественно-экономических формаций. Что такое общественно-экономическая формация? Это, можно сказать, форма общества. И эта форма общества, она меняется в зависимости от развития производительных сил. Но меняется она не постепенно, а меняется она скачками. И всего этих форм общественно-экономических формаций относительно немного. Ну, вот у нас есть задача такая, как в голове удержать, правда? Вот если число три, я думаю, мы удержим с вами в голове, да? Вот можно считать, что есть всего три формации. Первая – первобытный общинный коммунизм. Эта формация, Касноура, была основана на какой собственности? На общественной, правда? То есть все общее. Земля, средства производства, предметы потребления. И для этой формации было характерно равенство. Ну, равенство какое? Равенство бедности, правда? Ясно ни о каком там большом богатстве не приходится говорить, когда не развитые производительные силы, не развитые инструменты, средства производства, не развитые виды труда, технологии и так далее. Нет никакой науки, которая могла бы этому помочь. Поэтому было равенство. Это вот коммунизм – это строй равенства. Но первобытный коммунизм – это строй равенства бедности. И он отличается от других формаций. Еще и тем, что там царил не патриархат, к которому мы привыкли, а матриархат. Женщины решали, что делать, как распределять. Почему? Женщины решали, потому что основным было производство. Не производство материальных благ, а производство детей, производство человека. И вот у Энгельса есть замечательная такая книга, которую я вам очень рекомендую, потому что таких вот марксистских книг очень глубоких и в то же время популярных не так много. «Капитал» – это не такая популярная книга, чтобы, так сказать, ее сразу переварить. А вот Энгельс, он просто мастер таких популярных изданий. Вот она продается в данной книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства». И вы сразу, так сказать, прочитав такую тоненькую книжку, вы поймете, как общество двигалось от первобытно-общинного коммунизма и, соответственно, тех форм семьи, которые были, вот к современному обществу и, так сказать, к современной форме семьи. Вот. И это на очень большом историческом материале на использовании книги Моргана «Древнее общество», построенная эта книга Энгельса и блестящая. И вот современное издание уже, было издание «Азбука классика» с большим портретом Энгельса с Бардохи, то есть такая книга. Очень вам рекомендую, потому что таких книг, где вот за малое, так сказать, количество времени и без особенно большого труда можно получить такие блестящие ответы на очень такие важные вопросы, которые и сегодня актуальны. Вот в этой книге Энгельс показывает, что поскольку основной тезис исторического материализма в том, что основополагающим человеческой истории является производство воспроизводства непосредственной жизни. Так это звучит. Производство воспроизводства непосредственной жизни. А с чего это складывается? Это производство людей и производство вещей, предметов потребления. И вот на начальных этапах развития человеческого общества превалировало производство людей. То есть, так сказать, производство людей было более обширным, а само производство сводилось больше материальных благ сводилось к чему? К собирательству. Ну, к охоте потом. Не было ещё там животноводства, не было полеводства, пока речь была о переработанном общинном обществе. Поэтому пока было не развито материальное производство или производство материальных благ, можно сказать, что решающим было воспроизводство человека. А кто занимается воспроизводством человека? Главная роль у женщины в этом процессе. И женщины, естественно, они и решали все вопросы. И посылали мужчин, на то, чтобы они шли, собирали там коренья, и словили зверей, и приносили плоды, и так далее. И распределяли так, чтобы при том количестве, скудном количестве благ все были накормлены. И дети были накормлены. А не так, чтобы там кто-то кричал, так сказать, без языка. И дети были накормлены, и женщины, и мужчины. И это, ну, ясно, что ни о каком тогда пьянстве не было речи. А если мы возьмем даже вот ситуацию такую благоприятную для соотношения вот прав и возможностей мужчин и женщин, даже при социализме в СССР, как вы думаете, в КПСС сколько было процентов женщин? Ну, в материальном производстве женщин было 50%. То есть, если вот асфальт класть, дороги делать, тут все, тут равенство. А в правящей партии? В правящей партии, да. В правящей партии 11% женщин. 11%. Это же было и в науке, в известной мере. Почему? Если вы возьмете высшее образование, где-то 50 на 50. Еще в забаву, ребятам, мальчиков призывают в армию, поэтому иногда бывает, вот группы были там, девочек много, мальчиков почти нету. То есть, тут было равенство. Кандидатов в науку много женщин, докторов намного меньше, чем мужчин. Доля докторов, конечно, меньше. Почему? Понятно почему, потому что требуется свободного времени. Сейчас вот недавно, буквально в газетах, вчера опубликовали исследование такого рода, что в России сейчас женщины в домашнем хозяйстве заняты в 2-3 раза, больше по времени, чем мужчины. Ну, естественно, у них свободного времени мало. Вообще, эти данные редко появляются. Я в свое время изучал вот здесь, в библиотеке Горького, в спецхране такую программу, которая была создана, программа научно-технического прогресса его социально-экономические последствия. И странным образом она вот в спецхране была. Вместо того, чтобы ее выполнить, сделать, так сказать, всенародно известной, и чтобы люди это контролировали, она была, знаете, то есть мне дали тетрадочку, я там мог писать, а уносить не мог. И в этой программе я вычислил, что вот у женщин на 2 часа в день меньше свободного времени, чем у мужчин в России. тогда, при социализме. Поэтому, скажем, такие вещи, как что много пьянства, мало детских садов, мало детских ящик, до сих пор там битва идет за то, чтобы, так сказать, в школу, чтобы попали. Ну сколько, все развивается, развивается, и опять большие классы, и в школы опять целые проблемы с очередями. В чем дело? А потому что там решаются другие проблемы, если бы этих женщин было больше соответствующих, органах власти, я думаю, они бы и решили эти проблемы скорее. А поскольку их меньше, они, так сказать, меньшинство. Это вот у нас сейчас большинство у вас. И то вот оно, второй человеке, башь на башь. Так что вот, это вот очень интересный момент. А по мере развития материального производства что происходило? Материальное производство, производство материальных благ стало выходить на первое место. И, соответственно, кто с ним были связаны, связаны, мужчины. Прежде всего, были связаны с материальным производством, они тоже стали выходить на первое место. И отсюда и патриархат, который потом стал приобретать еще эти патриархаты такого рода формы, в условиях частной собственности, что, так сказать, уже и женщина стала чуть ли не частной собственностью, мужчина. и долго потом от этого человечества пыталась избавляться. Но я сказал, что сейчас как коротко это формационное отделение увидите. Коротко было, значит, был первобытно общенный коммунизм. Примерно 90 тысяч лет. Ну, тут, как говорится, 10 тысяч лет туда, 10 тысяч сюда. Это вы будете исследовать. Как вы понимаете, это вопрос очень сложный, исторический. Ну, во всяком случае, большинство времени человечество прожило при коммунизме, но при первобытном. И равенство было. Не было такого, чтобы одни были богаче, другие беднее, у одних есть возможности для развития, у других нет. У всех скудные условия были для развития, но они были равными. Затем пошло общество, можно сказать, частно-собственническая формация, которая состояла из трех последовательно идущих один за другим формацией, или одна за другой формацией. Это рабовладение, феодализм, капитализм. Так? Ну, это все общество, основанное на частной собственности. И можно сказать так, что общество, основанное на частной собственности, является отрицанием общества, основанное на общественной собственности. Правильно? То есть, было общество, основанное на общественной собственности, произошло отрицание. А когда начались социалистические революции, первые, продолжающиеся и так далее, произошло, стало происходить второе отрицание. Отрицание, отрицание. Появление коммунизма, но какого коммунизма? Не первобытного, когда у всех скудная жизнь, и у всех скудное потребления, а коммунизм, основанное на усвоении всего богатства и технического, и экономического, и культурного, которое добыло человечество за все эти годы. Поэтому вот вторая формация сейчас на собственническое, а третья формация – это отрицание, отрицание, возвращение к коммунизму. И вот у Маркса и Энгельса есть такая фраза, что все наше учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. Можно подумать, что Маркс и Энгельс решили облегчить нам задачу изучения их учения. Если оно может быть выражено одной фразой, вот одну фразу запомнили, и хорошо, и давайте выключайте это все, и расходимся, и нечего нам и изучать. Но на самом деле, как вы знаете, у людей великих это вот можно выразить одной фразой. Но как эту фразу понять? Что значит уничтожение частной собственности? Это превращение частной собственности в ничто. А как вы ее превратите в ничто? Вы можете что делать? Вы будете предметы частной собственности, объекты уничтожать? Это не будет уничтожение частной собственности. Это будет уничтожение объектов собственности. А надо частную собственность превратить в ничто. А как ее превратить в ничто, эту частную собственность? Как? когда она является естественной для целого исторического периода, и для правовладения, и для феодализма, и для капитализма. А как её превратить в ничто? Превращение в ничто частной собственности – это создание системы общественной собственности. Второе отрицание. То есть была общественная собственность, потом частная собственность, и вот превращение в ничто. Я хочу обратить ваше внимание на то, то, что вот как товарищи коммунисты поют иногда неправильно интернационал. Если, так сказать, весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы нашим и новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Так если вы всё разрушите, так ничего и не построите. Если мы до основания всё... Из пыли, что ли, вы хотите построить. Вот вы как историки, и тем более мы идеологи, понимаете, что надо вобрать, так сказать, всё богатство, созданное человечеством, и духовное в том числе. Как вы собираетесь всё разрушить? Поэтому правильный перевод был, и ранее были переводы такие, интернационалы такие. Весь мир насилия мы разроем до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Так разроем или разрушим? Разроем это понятное дело. Вот был Таврический дворец, его в своё время Екатерина подарила своему фавориту, Котёмкину, а потом там проходил первый конгресс Коминтерна. А что, надо было разрушить, что ли, этот Таврический дворец? Нет. Или кто где-то, вот у нас стоят статуи царей, памятники, да? Петру стоит? Стоит. Что, они при социализме разрушали память Петру? Никому в голову не приходило. Или стоит памятник ещё одному царю прямо на Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом, где заседает законодательное собрание Санкт-Петербурга. И тоже надо было, это же художественное достижение великое. Памятник очень важный, как можно к ним относиться? Поэтому воевать с памятниками ради можно. Хотя у нас вот в это время, переходные, пересрочные, постоянная была война с памятниками. Или у памятников, например, когда решался вопрос о присоединении Крыма, где проходили митинги? Около памятника Ленина. Но, наверное, у памятника Хрущёва они никак не могли проводиться. Потому что Хрущёв взял и розчерком пера передал Крым состав Украины, хотя, в общем, никаких оснований для этого не было. Ну, кроме того, что вот он был там в своё время первым секретарём и решил сделать подарок той республике, из которой он вышел. То есть элемент такого самодурства. Ну, вот если так по-крупному взять, это вот здесь тезис, антитезис, синтезис. Была частная собственность, была общественная собственность, потом частная собственность в три формации, и, наконец, общественная собственность. Снова. И вот эта общественная собственность уже обогащённая всеми достижениями человечества, которые были сделаны в лоне частно-собственничьих формаций. Вот, скажем, мы изучаем разные общества, не можем говорить, что это всё минус. Ну, как минус, а другое плюс. Если бы не рабовладение, не двинулись бы вперёд науке и искусству. А как они могли двинуться, если бы все бы только собирали в окорении, да, так сказать, лазали бы по деревьям, в расчёте, что там можно появиться мёдом диких пчёл. Ясное дело, что прогресс в то время иначе не мог пойти. И прогресс пошёл. Потому что, несмотря на набеги потом довольно диких племён германских, на, так сказать, высокорадио это и государство, так сказать, Рима и Греции, несмотря на то, что их разорили, разрушили и так далее, а культура-то всё равно осталась, и наука осталась. Ну, что-то, может быть, было и потеряно, но вот, например, теоремы Эвклида же в школах у нас изучают, Эвклид же это греческий математик, а Пифагора изучают. Пифагоровые саны вообще сто равно равны. Сумма квадратов катетов чему равна? Видите, как народ. Так это вы... У вас память хорошая, вы за сколько тысяч лет-то запомнили? Человечество запомнило? Две тысячи лет назад было, да? Вот. С лишним. Ну вот. Так что, это вот мы для упрощения так можем сказать. И не только для упрощения, а для того, чтобы такое диалектическое понимание было, что вот это развитие общества тоже идёт по законам диалектики. Тезис, антитезис, синтезис. Частная, общественная собственность, отрицание, то есть частная собственность и, наконец, снова общественная собственность. Но вот частнособственнические формации, они одна другую отрицали, правда? Вот, значит, рабовладение. Сказать, что очень здорово изучен процесс, как вот первобытная община и коммунизм превратился в рабовладение, нет такого впечатления, что это хорошо люди понимают, как такое произошло. Вот мы сидим, у нас сейчас трое, все мы равны, вдруг раз, и вы у нас рабовладелец, а мы двое рабы у вас. Как вам удалось этого добиться? Как так получилось? Во-первых, для того, чтобы это вообще могло существовать, чтобы состоялся переход к эксплуатации, надо, чтобы выросло богатство и производительные силы выросли настолько, что один человек может создавать продукты, которые годятся не только для того, чтобы его содержать, но и другого человека, и более. Почему? Потому что если мы с вами из разных племен, и воюем, и вы победили, если вы меня оставите в живых, то что надо сделать? Меня пленником? Ну, кормите меня. А если вы скажете, вы работаете, я буду работать, и тоже себя прокормлю, а вас нет. Какой резон? Держать. Поэтому никто плен тогда. Не брал. Потому что это бессмыслица. Какой может быть плен? Взяли, вы победили, и выйдете кормить? А как вы можете кормить, если вы можете прокормить сами, только смогу себя? Поэтому кто-то должен выжить. Ну, кто? Если вы или я, то вы меня победили. Ну, ясное дело, и я это понимаю. Я, может быть, там воин был, или вождем целого племени. Ну, я же понимаю, но если бы мы вас победили, то уже вы были барабыни. Тут уж и без всяких разговоров. Правильно? То ты либо-либо. А вот когда я могу трех человек обслужить, накормить, правильно, своим трудом, значит, тогда становится возможным рабовладение. И тогда оно появляется естественным путем. Ясное дело, что вы членов своего племени не будете обращать в рабов. А вот побежденные, это уже побежденные. Его как бы нету. Он бы вообще должен был, их убивали все время. И тут вдруг его перестали убивать. Это прогресс. До этого убивали, а тут перестали. Теперь, ладно, работайте. Работайте на себя и на меня. Это и вам выгодно, потому что вы живая будете. И мне выгодно. Я буду наформлен сыт, и мне не надо этим заниматься. А я пошел лекцию читать. Красота. И появилось вот это разделение труда. На людей физического и людей умственного труда. Люди физического труда занимались, как правило, не благоприятным трудом, трудом, который не развивает. А люди умственного труда, так сказать, взяли на себя эту миссию прогресса, и не только взяли на себя эту миссию, они и сами развивались в этом плане. Это вот первая формация. Вторая формация нам тоже известна. Это формация крепостническая. Мы о ней сейчас поведем речь вот в нашем ракурсе, почему мы роль материального производства здесь берем. Вот смотрите, что получается. Если я у вас раб, то я не заинтересован в совершенствовании орудий, которым я пользуюсь. Почему? А потому что это орудие моего дальнейшего загабаления. Чем у вас лучше орудия, вы же их, так сказать, в собственности имеете. Ну, у вас и орудие моего подавления еще лучше. И есть орудие умерщвления этих непокорных рабов и так далее. И орудие пыток, все что угодно. Поэтому ожидать от меня прироста, большого роста производительности труда не следует. Поэтому новые орудия, если появились, они уже изобретены кем? Рабовладельцами или людьми, освобожденными рабовладельцами от производительного труда. Эти орудия бесполезно давать рабам. Они как раз они их рассматривают и законно рассматривают, естественно рассматривают, как орудия своего закополения, они не столько ими пользуются, сколько уничтожают. они не заинтересованы, чтобы было больше богатства. Оттого, что будет больше богатства у рабовладельца, у раба-то больше не будет. Почему? Потому что у раба продукт его труда кому принадлежит? То есть я работаю, а все принадлежит вам. И что за какой смысл мне больше делать? Я что, чтобы вас больше я и так вас ненавижу, а тут еще я буду больше делать. Это как-то непонятно, правда? Вот. Поэтому поэтому так не может развиваться производство. Поэтому производственные отношения, которые сложились, а это отношения, которые складываются, чтобы производить, вот эти производственные отношения тормозили развитие производительных сил. И тормозили настолько, что когда из-за набегов германцев были разорены эти крупные рабовладельщики государства, очень развитые, в которых развивалась наука, искусство, культура и так далее, вот это рабовладение не вернулось. Казалось бы, все, пришли новые хозяева. Но новые хозяева пришли, и вместо рабовладения восстановилась такая промежуточная картина, когда, если уж так нам наш брать пример, я у вас теперь не в полном, то есть я у вас полностью в подчинении, во-первых, вы меня не можете убить, для начала, это немаловажно, я не знаю, как для вас, но для меня существенно. Раз. во-вторых, вот то, что я создал на вашем поле, когда я на барщине работаю, это ваше, а то, что я создал на вашем же поле, которое вы мне выделили как участок земли, как крестьянина, это не ваше, это мое. И что хочу, то с этим и делаю. Кормлю свою семью, стараюсь обработать поле, поэтому я очень заинтересован, но я заинтересован и в том, чтобы хорошо работать у помещика, потому что если помещик, я буду плохо работать, он мне отрежет землю или не даст ее вообще. Это его воля. Он меня имеет право убить, но он меня имеет право бить плетьми и заставлять работать. А главный способ, какой заставлять работать, ну вот стимулировать тем, что эта земля-то помещичья, поэтому не будете работать. Это, кстати, ощутили крестьяне российские, когда произошло освобождение от крепостного права. Вот вы теперь свободны, только земля моя. Вы ходили раньше в лес, лес мой. Вы на озеро, озеро мое. Грибы собирали, грибы мои. Ягоды собирали, ягоды мои. Варенье варили, это все мое. И что у вас осталось? А это земля была моя, хотите? Вы теперь свободны? Все. Покупайте землю. Или платите за нее, за пользование землей. И все, что вы там, вы даже продадите, то, что вы посеяли, вырастили, и вы разоритесь. Поэтому, когда вы сделали это освобождение крестьян без земли, выяснилось, что они свободными это не стали. И они стали свободными только уже, не после буржуазной революции, а после социалистической, потому что в городах шла революция социалистическая, а в деревнях прошла еще только буржуазная. после того, как разделили землю. И хотя обвиняют большевиков в том, что, вот у вас отнять и разделить. Не, у большевиков было отнять и соединить в единое хозяйство. А землю-то отнимали и делили, как требовало крестьянство и как требует буржуазная революция. Разделить. Крестьяне, наши дали на своем опыте убедиться, что они придут к той же нищете, если не будет коллективного хозяйства. То есть снова будут кулаки, чередняки и бедняки. И к 1928 году эта картина и сложилась в России. Поэтому у нас был социалистический город и буржуазная деревня до конца 20-х годов. И Сталин говорил, что не может долго удержаться власть, когда будет в деревне один строй, а в городе другой. Вот поляки, они на этом, так сказать, стояли, что мы не будем коллективизацию проводить. Но они не построили социализм. Чехи-то построили. В ГДР был построен социализм. То есть проведена была коллективизация и в Румынии, и в Болгарии. В Польше нет. Поэтому в Польше была социалистической страной, но социализм в Польше построен не был. А в Советском Союзе был построен социализм. Был построен социализм вот в этих странах, которые были в Албании, в Болгарии, в Венгрии, в Румынии, в Чехословакии и Германская Демократическая Республика. И как сейчас построен социализм в КНДР. А в других странах социалистических не построен. Что такое социалистическая страна? Где произошла социалистическая революция и началось, начался переходный период от капитализма к коммунизму. Это переходный период по-разному. Долго идет, может туда идти, может обратно идти. Мы с вами изучали становление. Это становление коммунизма. А что такое становление? Это единство возникновения и прихождение. Что возьмет вверх, мы не знаем. Он говорит, у Китая собирается сто лет строить. Не знаю, представьте себе выбор, уходители были Китая, там миллиард триста восемьдесят миллионов человек. Сколько это будет строить там надо? Это ужасно. Хорошо, что они друг друга не поели, когда такое количество людей. Это надо же сколько производить только предметов потребления, чтобы они не вымерли. И там все время был голод. А при социализме в стране социалистической голода нет. Они выходят на первое место по ВВП. По покупательной способности уже выше ВВП. Рассчитанные по покупательной способности. Ну и все остальные страны, они только-только, я имею в виду, те, которые совершили социалистическую революцию, кроме КНДР, там нет социализма. А что такое социализм? Что такое социализм? На Кубе. На Кубе он уже ушел в переходный период. Ну, мало ли что было. Нету там социализма сейчас на Кубе. Там переходный период. Там был социализм. А потом они взяли миллион, перевели в самозанятые. А самозанятые, знаете, кто такие? Дескать, вот вы сейчас закончите исторические, ну, не факультеты, институт наш. И идите куда хотите, самозанятые. Чем хотите, тем занимайтесь. Никакого распределения, никто вам не гарантирует работу. Если возьмут, хорошо, мы за вас рады. А не возьмут, мы опечалимся. И все. Это называется самозанятые. Самозанятые это мелкие буржуа, которые, дескать, покупайте какие-то средства производства, идите, что-то выращивайте, либо купите три козы, купите свиней, производите цветы, что хотите, делайте. Заготавливайте бруснику и продавайте, варите варенье, огурцы выращивайте и продавайте в банках. Что хотите, делайте. Это ваше дело. Миллион человек на Кубе взяли и отправили к самозанятым. И они с этапа социализма вернулись в переходный период от капитализма к социализму. А социализм что такое? Такого информации нету. Вообще. Социализм это название низшей фазы коммунизма. Это надо понимать, потому что, а почему коммунизм? Потому что что такое коммунизм? Вот если я вас спрошу, что такое коммунизм, что вы скажете? Ничего вы не скажете, а что-то вы молчите. Хотелось ответить, общественную общественную информацию. Так и капитализм, общественная экономическая формация. Какая? Почему ее характеризуют? Какая формация общественная экономическая называется коммунизмом? Ясно, что определенная. У меня есть определенные мысли по определенному поводу. Что я сказал? Есть такие сложные вещи, которые надо сводить к простому. В этом состоит и наука, в том числе, и преподавание. Коммунизм это строй, основанный на общественной собственности. Как это запомнить? Запомнить надо перевод слова коммунизм. Комунизм что означает в переводе с латинского? Общий, общий, больше ничего. Комунизм. социум тоже считается, тоже считается то же самое, общий. То есть коммунизм означает общий. Если это средство производства общее, это коммунизм решающий. А если средство производства частное, это не коммунизм. Вот и все. Поэтому у нас был первобытный коммунизм, три формации правоохранительственной феодор lowest и бухрадной основанной на частной собственности и снова основанной на общественной. Ну и чтобы он был основан на общественной собственности, надо же создать эту общественную собственность. А ее создать очень трудно. Потому что когда вы ее создаете, у нас просто была общественная собственность, или у нас было гораздо сложнее в Советском Союзе. Была общественная собственность в двух формах. Это что значит? Одна была государственная собственность, а вторая – кооперативно-колхозная. А почему тогда они общественные? это государственная, это комплексная колхозная. Государство не общество, колхоз не общество. Почему это называется? Или как сейчас КПРФ ходит, говорит, у нас будут народные предприятия. А какие у них у нас народные? Народ 200 человек? Народ у нас 200 человек? Народ это когда всем принадлежит, когда в интересах всего народа. Ну а у вас там их 200 акционеров или собственников долей. Что вы нам рассказываете про народные предприятия, детский сад? То есть это же не то же самое. То есть на самом деле речь идет не о две собственности у нас были, а о две формы подчинения производства общественным интересам. А если все производство подчиняется общественным интересам, это какая получается собственность? Если производство ведется в общих интересах? Общественное. Так оно по-разному ведется. Государственные предприятия, они только тогда в общественных интересах, если у государства, у руля стоит рабочий класс. Потому что рабочий класс не может освободить себя, улучшить свое положение, не улучшить положение всех. Можете себе представить, что рабочий класс будет улучшать свое положение, а у учителя будут в плохом положении? Ну так а чего у него будут? Не образованные дети. Или рабочий класс улучшает свое положение, а в медицине все плохо. Ну так почему у него рабочий класс хочет, чтобы все заболели и умерли? Поэтому профессионализма такого не было, чтобы не развивалось здравоохранение, чтобы изымались оттуда деньги, чтобы не развивалось образование. А сейчас мы наблюдаем, что раз деньги забрали из здравоохранения, куда отправили? Расставали по карманам. Куда отправили? Мы же понимаем, что есть у нас колоссальная разница в доходах. В современной России, если взять децильный коэффициент, вот у нас такой вот сюда приезжал член президиума Академии Новых, он автор такой нашелевшей книжки «13 теорем». Если вы наберете в интернете «13 теорем» названия, и там выскочат книжки, где вот он пишет, что у нас разрыв между богатыми и бедными, который меряется децильным коэффициентом, а децильный это 10%, взять богатых 10%, доходы 10% самых богатых и 10% самых бедных и поделить. Вот тогда получается, что в странах скандинавских 3-5, в Европе 5-7, в Соединенных Штатах Америки 9, а у нас 32. 32. И вот он говорит, если бы мы только бы вот из этого верхнего перекинули часть вниз, у нас было бы, как в Америке, 9. Социализма не было бы от этого, понятное дело. Но есть просто и капитализм разный, дикий или не дикий. Он в этом смысле у нас дикий. Все бедности, а вы это видите, ловят миллиардеров. Если вы читаете газеты регулярно, я читаю по необходимости, коммерсант, то вчера еще одного задержали, что он нескольких десятков миллиардов надо, с него хотят вытрясти, вытрясает прокуратура. Ну как это, не миллионы, а миллиарды. Ну какой-то полковник Захарщенко, у него 9 миллиардов оказалось. Из них 8 миллиардов только наличные в этих баулах. Вся квартира заставлена была. Или арестовали губернатора этой самой Шахалины Харшавина. Пришли к нему, вытащили эти пачки, пачки пяти тысячных. Из него миллиард восемьсот наличных. На ковре картина была. Фотография. Вот весь ковер засыпан этими вечными купюрами. Люди тут в конце с концами никак не могут свести это. Так мало того, вот эти вот миллиард восемьсот, их арестовали. Что такое арестовали? Это не отняли, это как бы временно суд задержал до решения вопроса. А он стал, говорит, снимите с меня арест с миллиарда восемьсот, потому что у вас по эпизодам, где я брал взятки, вы набираете шестьсот миллионов. Ну вот и, а с остальных снимите арест, а отдайте мне остальное. То есть миллиарда восемьсот, отдайте ему миллиард двести, а вот тут и судите меня за шестьсот. То, что у вас по эпизодам. А не все у него, не все известно где вы. Ну понятно, что трудом-то никак не добудешь такую сумму. Как бы вы ни работали, как вы понимаете, как бы вы ни надорвались, миллиард вы не получите за всю свою жизнь. А у него миллиард двести. Мало того, он написал конституционный суд. Что, я скажу, вот, безобразие, у нас ведь сейчас такой строй, когда не принято спрашивать, откуда деньги. Вот не спрашивайте, откуда у меня деньги, и все, не скажу. Так, а что-то, говорит, ко мне пристальный. Вот это вы там, где удалось вам установить, что я взятку давал. Ну и забирайте, черт с ними. А остальное мое. И что вы думаете, сделал конституционный суд? Конституционный суд пошел, так по такому пути, он все-таки там следственный комитет арестовал, тут явно взятки массовые, причем губернатор, край, коррупция страшная. Еще есть Сахалин губернатор, губернатор, не пытички. И ни один такой, Белых, тоже взятки брал. Министр у нас, Улюкаев, взятки брал. Ну, куда это годится? Значит, это уже класс проразей, заботиться о самом себе. Так, ну, все-таки власть пропадет, если это такое будет. Взятки, честно, страшны. И он рекомендацию написал Верховному суду, что вот прислушиваться к тому, что говорит, хорошо. Верховный суд сказал, если было его решение конституционного суда, он обязан бы обалдеть. А рекомендация? И все равно он фисковал эти деньги, ухорошая. Злодей, в общем, у нас Верховный суд. Бедного, несчастного, выражаю награду. Забрал у него миллиард двести миллионов. У вас, кстати, нет додавтра миллиардов? Нет? А у вас тоже нет? Ну, что-то бедняки такие стали студентки. Странно, жалко так. Я как раз думал сейчас попросить, да мне тут особняк приближайший, хороший продают. Сейчас бы я и купил. И мы бы уже завтра занимались с вами, в следующий раз, в следующей неделе, хорошо. И корабля у вас нет? Вот хорошо бы на корабле. Мы сейчас ехали, вот если бы была бы миллиардерша, кофе бы нам налили. Правда? Мы бы тут так пили кофе и плыли бы по Неве. Это по Неве же лучше было. Что лекция хуже у меня будет? Видите, я не читаю. Я могу на корабле спокойно читать. А вы что слушаете, вам обязательно вот эти стены нужны? В институте философии. Так на корабле еще лучше будет. Смотрите на прекрасные здания. Вы же, вам сохранение ценностей, вам и надо как раз плавать по Неве. Чего вы тут сидите? Не такая уж большая ценность. Ну вот, к сожалению, так вот мы с вами нехорошавины, не повезло. Короче говоря, это проблема. Как сделать так, чтобы собственность была общественной? Вот если в интересах рабочего класса дело идет, если государство рабочего класса, получается, что государственная собственность – форма общественной. Сейчас тоже в интересах государства многое делается, но государственная собственность не является формой общественной, потому что это частная собственность класса капиталистов. Большая разница. А кооперативно-колхозно, если это просто кооперативы, и нет решающего влияния государства на их деятельность, если тогда они тоже не подчиняются обществу, и поэтому не получается эта форма общественной собственности, получается кооперативная форма частной собственности. Полно кооперативных предприятий на Западе. Полно. И это вовсе не общественная собственность. Поэтому правильное название того явления, которое у нас было при социализме в России, это государственная форма общественной собственности в городах или в промышленности. И кооперативно-колхозная форма общественной собственности в деревне. А это надо было обеспечить. Эту роль выполняли машино-тракторные станции, которые принадлежали государству и в которых рабочий класс был в деревне. Совхозы были. То есть кроме не только колхозы, а были совхозы, они производили все, что делали колхозы. И поэтому они обеспечивали правильное установление сцен на основах равенства и так далее. Так что это вот такая очень трудная задача. Но никакого особенного социализма как формации нет. Это общественная экономическая формация. Коммунистическая на каком этапе? Тогда, когда она еще и несет отпечатки капитализма на себе. Например, некоторые вот сейчас хотят добиться справедливости. Или говорят, мы хотим справедливый строй, социализм. А вот в государстве революции у Ленина написано, и еще раньше в критике ГОСКОЙ программы у Маркса, что в первой своей фазе, на первой своей ступени справедливости еще нет. Потому что справедливость понимается как равенство. А если равенства нет, то нет и справедливости. Справедливости и равенства, писал Ленин, первая фаза коммунизма дать не может, ни равенство остается, ни равенство несправедливое. Почему? Потому что есть распределение по труду, это равное право. По труду вы и я одинаковые доли получили. Ну, у вас большая семья, а у меня маленькая. Я здоровый, а вы больная. И какое же тут разница? Вам бы надо больше дать вам подкормиться, если вы больная. Поэтому вот эти наивные такие представления, что вот, дескать, уже у нас все здорово, хорошо, они сыграли отрицательную роль. Потому что, дескать, ну, уже с одной стороны все хорошо, это сверху говорят, а снизу видится ничего, много чего нехорошо. Поэтому вот этот разлад произошел, и у нас произошло возвращение. Куда в итоге? Реставрация, капитализм. Далеко мы не ушли, потому что вы не можете вернуться в рабовладение, не можете вернуться в феодализм. Нельзя взять и студентов превратить в крепостных. Нельзя. Их даже, нельзя, так сказать, применять телесные наказания. Вот к христианам можно было, а к студентам нельзя. Да. При капитализме даже. Капитализм лучше же строить, чем феодализм. Вот такая картина. Ну вот теперь, что же такое общественно-экономическая формация, как она устроена? То есть это понятно, что прежде всего они отличаются тем, как ведется производство. Это называется, вот то, как ведется производство, это способ производства. Способ производства. Такое понятие надо усвоить. То есть существует пять способов производства. первобытно-общинно-коммунистический, рабовладельческий способ производства, феодальный способ производства, буржуарный способ производства, капиталистический и коммунистический способ производства. Существует пять способов производства. А что такое способ производства? это производственные отношения и производительные силы. Это единство производительных сил и производственных отношений. Причем такие производственные отношения, которые соответствуют этим производительным силам. Что такое производительные силы? Ну, я напомню, что такое производство, во-первых. Производство – это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Так вот, средства производства – это те материальные средства, которые люди применяют, чтобы производить. Машины, оборудование. И они классифицируются по-разному, потому что есть средства производства, которые долговременного действия, их постоянно можно использовать. Такие, как здания, сооружения, заводы, фабрики прямо стоят, машины, которые много лет могут действовать. А есть материалы, энергия, смазочные всякого рода вещества, которые сразу потребляются целиком. Они по частям. И они, так сказать, сразу входят в продукты. Все это средства производства. И дороги средства производства, и мосты средства производства. Это все вот то, что необходимо для организации общественного производства. Есть средства производства, а те отношения, в которые люди вступают, чтобы производить, называются производственными отношениями. И вот получается, что если вы берете производственные отношения, соответствующие производительным силам, и вот это единство производительных сил и производственных отношений, форма этого единства определена производственными отношениями, вот это будет способ производства. То есть, а способ производства всего мы насчитали пять. И больше наука не знает способов производства, и история не знает способов производства. И хорошо, что мы их насчитали всего пять, нам легче изучать эти способы производства. И вот эти способы производства лежат в основе всей общественной жизни. А какая над ними? Общественная жизнь политическая и идеологическая, прежде всего. Политическая и идеологическая, прежде всего. Потому что, что касается культуры, она, так сказать, какая-то смешанная такая. Культура бывает и материальная, делает урны, делает посуду. Потом делают, раньше глины делали, потом стали делать металлическую посуду. Медные, делали какие-то котлы, кастрюли, а потом стали делать алюминиевые. Алюминиевые, чтобы делать, нужно много электричества. И вообще электричеством владеть, потому что глина и электричество дают вам алюминий. Если у вас много глины и нет электричества, никакого алюминия вы не получите. А электричество это не сразу овладели этим богатством люди. Так вот, способ производства, а над этим способом производства возвышается общественно, политическая и идеологическая настройка. Политическая и идеологическая настройка. Это что такое? Государство сюда относится, и все чиновники, и все люди, которые пишут, говорят, выступают, находятся в сфере науки, культуры, образования, это все надстройка. Над чем? Способ производства. Потому что для того, чтобы мы с вами существовали, для этого надо, чтобы было 100 нанот кушать, то есть, чтобы были средства для жизни. Так? Есть, петь, одеваться и иметь крышу над головой. Без этого, ну, мы можем, конечно, лекции на улице прочитать, но не димой. Димой долго мы тут не портарчиваем. Вот. Так что на Северный полюс, если бы мы поехали, то с лекцией у нас было вот туго. Так. Вот это способ производства. А вот способ производства, когда вы берете способ производства, и надстройку политическую, идеологическую, что получается? Вот получается общественно-экономическая формация. То есть общественно-экономическая формация представляет собой способ производства как основу, и основанная на ней политическую, идеологическую надстройку. И вот теперь мы возвращаемся к тому, о чем вы говорили, и получается, что вот пять формаций, это пять способов производства первобытно-общинный, правовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический и пять соответствующих настроек. Какая настройка первобытного общественного коммунизма? Есть там политика? Политика есть? Нету там политики. А идеология есть? Идеология есть. Идея есть, чего пойти, добыть, как распределить, идеология есть. Но она, эта идеология, не носит. Никак не связана с классами и, соответственно, никак с политикой, потому что это вот категории, которые связаны уже с классовым обществом. А классы появляются в следующей формации, здесь их нету. А вот если вы возьмете уже рабовладельческое общество, рабовладельческую общественно-экономическую формацию, там вот мы получаем весь набор. Есть рабовладельческий способ производства. Основная масса продуктов вырабатывается на рабовладельческих платях у них. Кем? Рабами. Под руководством кого? Рабовладельцев. Какая-то часть может ввести в обмен. Уже тогда торговлю была, меняли, что-то. Но это часть. Основная часть производится для кого? Для рабовладельца. И закладываются, так сказать, в амбары, закладываются погреба, строятся храмы, сооружения и так далее. Вот я был в Бресте, это удивительно. Как такое можно было построить такие огромные сооружения? Там есть полуразрушенные храмы, стоят огромные такие колонны, и на них огромные каменные глыбы. Так, часть. Как они туда подняли? Ну, при современной технике понятно. Краны там пришли, поставили, подняли. Как они их могли поднять? Даже если много рабов. Ну, как это вот можно? То есть, какая-то там была техника, нам неизвестная. Какие-то приспособления. Может быть, там блоки были многочисленные, связанные с... Когда много блоков, можно, значит, небольшое усилие позволяет вытягивать наверх большие какие-то грузы в очень сложные сооружения. И водопровод, построенный рабами Рима. Ну, наверное, чтобы построить водопровод, надо все рассчитать, чтобы все это текло. Электронасосов там не было, как вы понимаете. Поэтому вот тут надо все было рассчитать, что самотеком это все шло. То есть, это большая задача. Ну, вот уже появилось государство. А что такое государство? Не можете сказать мне, что такое государство? То есть, мы с чем имеем дело? Что слова у нас общеупотребительные, мы их знаем. Они нам известны. А содержание этих понятий, точное научное, не знаем. Вот что такое государство? Можете сказать? Иногда говорят, государство – это мы. Очень приятно познакомиться с вами. Значит, давайте представим себе, что началось. Впервые появились классы. Класс рабов. И класс рабовладельцев. Что должно сделать рабовладельцев, чтобы это вот состояние сохранялось? Чтобы рабы работали на них, а не убили бы их и не разбежались. Что для этого нужно сделать? Нужно создать определенную организацию, которая будет ловить беглых рабов, возвращать их рабовладельцам, а те уже решат убить их или оставить живых. Раз. И обеспечивать подчинение рабов, классу рабовладельцев. Как называется такая организация? Насилие. Организация насилия для подчинения. Как называется армия создавая государство? Армия создавая государство. Нет, такая организация называется государство. А уже армия является элементом вот этой организации. Потому что, конечно, государства без армии не бывает. Какое насилие, если у вас нету никакой военной силы. Поэтому уже в государстве существуют органы, которые принимают решения, которые контролируют. Сидят чиновники обязательно. Поэтому иногда говорят, что это машина принуждения. Классового принуждения. Но машина как устроена? Там в ней есть разные звенья. Вот у нас, если вы будете разбирать наше государство, что у нас верховным органом государства является? Скажите, пожалуйста. Что у нас является верховным органом нашего российского государства? Вы из России? Вы из России? Из России, говорят. Не знаете, что у вас там в России? Это верховным органом государства является? Ну как он называется, законодательный орган власти? Федеративное собрание. Федеральное собрание Российской Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. А в нем две палаты. Низшая и Высшая и Совет Федерации. То есть она как бы советская власть, да? Если Совет Федерации у нас. Нет. Ну так, по крайней мере. Еще у нас есть Совет Безопасности, знаете, да? А еще есть Госсовет, когда глав соберет Владимир Владимирович всех посадит, их вот много-много, там целый зал, глав всех образования. Это будет Совет, Государственный Совет. Но это, так сказать, не главный угол власти. Вот Федеральное Собрание, оно может принимать что? Конституцию и Федеральные законы. На втором месте по значению кто стоит? Что? Нет, все. Федеральное Собрание мы уже взяли. На втором месте по значению. По силе. Исполнительная власть. А? Исполнительная власть. Ну да, но кто возглавляет исполнительную власть? Фамилия? Не знаю. Сказать? Да. Путин. А, да. Ну президент, он глава исполнительной власти. Что выше, указы президента или законы Конституции? Законной Конституции. Законной Конституции. Поэтому они говорят, вот президент, он должен. Ну если эта дума решила уже президент, то ничего не может. Президент имеет право, законодательные инициативы, он мог внести, если хотел, свой проект пенсионной реформы. Внёс? Нет? Не внёс. А как ведут документы в Федеральном Собрании? Ну вот, и лица, которые имеют право законодательные инициативы, а это все депутаты этого Федерального Собрания, и Первые, и Верхние Палаты, президент. Правительство в целом, уже Медведев не имеет право законодательные инициативы, а правительство в целом имеет внести законопроект. Так, Верховный суд, Конституционный суд и Генеральный прокурор, всё? А нет, ещё законодательные собрания, целиком, скажем, законодательное собрание Санкт-Петербурга может внести законопроект. Поэтому у нас, скажем, по вопросу о том, какой нам быть пенсионной системе, вот товарищи, которые сидят на разных местах, могли бы не отговариваться, а раз у нас уже разная демократия, ну вот, скажем, законодательное собрание Санкт-Петербурга, вы бы взяли и внесли свой проект? Вот вы можете написать проект, закон пенсионного? Ну, если надо, если Родина потребует, можете? Ну, я вот один закон написал вместе с коллегой, трудовой кодекс, проект трудового кодекса, но я это написать могу, а внести-то я не могу, у меня нет права законодательного, и у вас нет. Мы должны искать, какие депутаты внесут. Вот законодательное собрание Санкт-Петербурга, они вот раз, подголосовали и внесли. А они внесли? Нет. Ни одно законодательное собрание, ни одно, которое обладает правом законодательной инициативы, не внесло законопроект о пенсионной реформе, лучше который вот пошел. Поэтому пусть не говорят, что нам не дают, нам такой ужас сделали, мы протестуем. А что вы протестуете? Вы лентяи. И протестовать-то, вот вы работаете, а я буду протестовать. Сидеть и протестовать. Чего медленно работаете? Почему канала не выкопано до сих пор? Я вот два часа стою и смотрю, как вы за два часа, вот нас четверо стоит и смотрит, как вас двое не может выкопать канала за два часа. Так так смотреть можно бесконечно. Дальше. Каждый субъект законодательного собрания, этого самого федерального собрания, каждый, и член Совета Федерации, и член Госдумы, может внести законопроект. Внесли? Нет. Президент мог внести? Мог. Внес? Не внес. Верховный суд мог? Мог. Не внес? Не внес. Никто не внес. Почему? А потому что, на самом деле, это одна система государства. Одна. И нельзя ее рассматривать по кускам. Потому что куски – это куски, предназначение которых обеспечивает что? Интересы господствующего класса. Я правильно понимаю? Вот. Поэтому напрасно так и так представлять. А почему они? Почему? Почему? Они потому что это вся машина государственная. И вы не будете делать то, что я вам сказал? Не будем платить. Она не будет делать, ей не будем платить. Чиновники что должны делать? Чиновники должны, видите, к этой государственной машине делать все, что надо. Какая инициатива от чиновников? Никакой не будет. Хотя бы они высокопоставленные, права у них есть. Они не пользуются имени БУ, потому что они, вот скажем, депутат Госдума, он получает 400 тысяч рублей. Вы хотите, чтобы я вот сейчас внес, а потом меня в следующем уже, в следующем созыве, Дума, меня не было. И я буду получать, как вы там, как ваша мама или ваш папа. Нет, я лучше сохраню 400 тысяч, а пенсия у меня будет 75% от дохода. Потому что это есть специальный закон о пенсиях госслужащим. Поэтому ваша пенсия меня мало волнует, а у меня будет 75% от 400, это 300 тысяч. Вот 300 тысяч. Зачем же я буду рассказывать? Вот они и сидят. То есть они все повязаны там соответствующими. Это вот поэтому машина. Можно сказать про нее машина. Потому что она действует, как вот один организм, который обеспечит интересы госслужащего класса. И напрасно нам ждать, что кто-то из этой самой машины будет действовать, крутить его в другую сторону. Это относится к чему? К самому началу государство так появилось, как организация насилия для проведения, осуществления, интересов госслужащего класса. А политика что такое? Мы говорим политическое и экономическое. Политика что такое? Политика. Знаете, что такое? Мы об этом отдельно будем говорить. Сейчас я только скажу определение. Это классовая борьба за завоевание, сохранение и осуществление государственной власти. Поэтому вот это государство и проводит политику закрепления своего господства. А вы можете, если вы рабы, можете поднимать восстание. Пожалуйста, мы вас этим поуничтожаем. Со Спартаком расправились и с вами расправимся. Останется от вас только название футбольной команды. Так стоит вопрос в революбическом обществе. То есть государство, политика, идеология, соответственно. Какая идеология господствует в классовом обществе? Какая? Правильная? Истинная? Нет, так не ставится вопрос. Идеология, которая мне выгодна, да и правильная. А которая вам выгодна, да и неправильная. Если я господствующий класс, то какая идеология господствует? Которая вытекает из интересов господствующего класса. То есть, как надо понимать общественно-экономическую формацию? Если это частнособственная общественно-экономическая формация, есть класс господствующий, и есть господствующая идеология. И интересы господствующего класса пронизывают и экономику, и все остальные звенья общества. При социализме уже нет антагонистических классов, то есть в первой фазе коммунизма. Если мы берем, перескакиваем, начинаем смотреть, а как же при социализме? Нет антагонистических, а вот противоречия есть. Потому что если не осуществляются интересы рабочего класса, а какие-то другие интересы отдельных чиновников, или других слоев и классов, которые могут улучшить свое положение без улучшения положения всех чиновников общества, то общество начинает двигаться вспять. Что у нас и произошло? Достаточно объявить, что у нас государство не рабочего класса, не диктатура, а общенародное. Вы народ, я народ, но я о себе должен подумать теперь. Не надо никому подчиняться, не надо действовать в интересах рабочего класса. Ну и, так сказать, вот эта верхушка превратилась и в господствующую верхушку, и в господствующий класс. В коллективного капиталиста, а потом частично приводизировал кое-что. Но меньшинство. Потому что 70% ВВП производится на госпредприятиях. Так вот произошло у нас в России. Ну вот. Значит, как устроена формация? Построена так. Есть базис. В виде базиса выступает способ производства. И на этом базисе политическая и идеологическая надстройка, которая действует в интересах господствующего класса и этого общества. Если мы перейдем, так сказать, к следующему, к следующей формации там, феодальной, то мы увидим, что в плане устройства самого государства, оно очень сильно отличается. Потому что было в европейское время, какие республики были, да, демократические. Что значит демократические? Ну, поскольку рабы не люди, то, соответственно, все люди участвуют в голосовании. Все люди. А это не люди. Поэтому их, конечно, большинство этих рабов, но никто из людей-то не считает, поэтому они не в счет. Поэтому демократия изначально родилась как... Хотя она называется, демократия – это власть народа, да? Демос – народ, крат – власть. А родилась она как власть меньшинства. Меньшинства. И существовала во всех... Пока где она появлялась, как власть меньшинства. До... А вот, например, феодальное общество, оно еще лучше, чем рабовладельческое. Видите, там и заинтересованы работники в том, чтобы повышать производительность труда. И гнет уже эксплуататорский меньше, два. И здесь нет такой-то обмана, что, дескать, у нас якобы демократия, а на самом деле властвует только рабовладельцы. Здесь сразу написано по-честному, что если я помещик, то я буду править. А вы будете работать, хлеб добывать, пшеницу все эти. Окурсы будете выращивать, коровы будете пасти, вас-то будете куртить, будете все мне приносить. А если вы помещики, ну, значит, я буду добывать это все, вам приносить. Правильно? Что тут все по-честному? Одни помещики, они дворяне, с самого начала учатся. Чем учатся? Они служивый класс, они должны служить государству. Они все как бы извиния, это же меньшинство общества, они должны быть отмобилизованы. Они отмобилизованы. Они отмобилизованы в любой момент выступить и подавить восстание Булавина, восстание Пугачева, восстание Степана Радина. И даже приспособили самого видного нашего и начальника Суборова, чтобы он тащил, вез на казнь Пугачева. Вот не нашли лучше ему занятий, как везти вот этого самого вождя христианского восстания, на то, чтобы его там возникли. Да. Вот, феодоризм такой вот очень понятный строй. Одни работают, другие руководят. Все чисто, ясно, все по-честному. Сказано, что я руковожу. Вы сидите. У нас и тут так же устроено. Я лекцию сюда, вы слушаете, все хорошо, все понятно. Вы будете где-то, где-то что-то проводить. Вы будете руководить там другие. То есть, в этом смысле это прозрачное общество, оно не скрывает своей классовой структуры, а вот рабовладение уже как-то так все это наводит в туман, дескать, у нас демократия. Какая же у вас демократия, когда голосовать могут только кто? Рабовладельцы и свободные граждане, и все. А рабы не могут, большинство не может. Ну, элементы такие были у нас, например, в Пскове и в Новгороде же. Были демократические такие образования государственные? Были, да? Ну, пришел Иван Грудн и все разорил. Это тоже демократично. Он взял и осуществил волю большинства дворянского класса. А то там решили, там где-то в Пскове или в Новгороде, что они будут свободны. Ну, как, у нас единое государство. Это государство. Есть сказано, что тут царь правит. Значит, царь правит. Никаких собрались там что-то изображать из себя. То есть, это были как эпизоды. Но, как правило, при феодализме власть открыта, власть феодального класса. Вот феодалы все служилые, а не правящий класс. А крестьяне должны работать. И благодарить хозяина, что он их не бьет. А иметь право. Потому что можно бить крестьянина. Продавать можно крестьян. Семьей, без семьи. Землей, без земли. Вот у нас, раз я могу продать студентку? Не могу. А если бы я был помещик, я бы тоже не стал продавать. Мне такие студентки самому нужны. Чего я буду их продавать? Но право у меня бы было уже. Видите, как мы далеко уже ушли. Какой прогресс. Так, просто так нельзя продавать. Тем более, бить студентов. А крестьян можно было взрослых бить. Как там? Некрасов писал, да? Вчерашний день, в часу в шестом, зашел я на сенную. Там били женщину, на том крестьянку молодую. Не так давно было. Это услуга такая была. Чтобы не помещик сам этим занимался. Ну-ка вот туда поехали. Но сенную там приведут в чувство и отправят обратно за отдельную плату. Так. Ну вот наступили времена буржуазные. Буржуазия – прогрессивный класс, по сравнению с феодолами. Она же уничтожила крепостническую зависимость. И если это буржуазная революция, она освободила крестьян от крепостнической зависимости. А эта собственность была помещика, крестьянина. Все, нету собственности. Нельзя собственности на людей. Нету. Свободны все. Буржуазия выступила под ложными свободы и уничтожения личной зависимости. Подчинение какому-то другому человеку личному. Нету такого подчинения. Вот никакой рабочий не обязан миллиардеру подчиняться. Если он на улице. А если на заводе обязан? Почему он обязан? А потому что он продал свою рабочую силу. Он договорился так. Что если я с вами договорился, что вы собственница завода, я договорился, что я 8 часов буду выполнять ваши все распоряжения. Правильно? У нас такой договор. Могу и не соглашаться. Могу пойти гулять. Только я гуляю, а еды у меня нету. Кушать нечего. Я гулял, гулял. Потом пришел. Можно к вам устроиться? Он говорит, не знаете, сейчас у меня очень плохие дела. Я могу только мало-мало платить. Я говорю, надо все делать. Я же свободный человек. Могу устроиться, могу не устроиться. Могу не устроиться и умру. А могу устроиться и не умру. Я решил все-таки к вам устроиться. И что я должен делать? А что вы скажете? Все, что вы скажете, я делаю в течение рабочего дня. Как-то звонок отзвенел, а мне уже плевать, что вы там говорите. Я свободный. До чего? До завтрашнего утра. Вот такая картина. Это вот свобода. Это, можно сказать, формальная свобода человеческого, буржуазного общества. А что такое свобода? Вы знаете вообще определение свободы? Это вот очень мало кто знает. Я даже не знаю. Вот сейчас такое время, надо, по-моему, бесплатно не выдавать. Это другие узнают, а уже другим потом снег уже не возьмет деньги. Рассказываю картину. Принимаю я у историков экзамены зимой, в январе. Историки прогрессивные были. Они не пошли по этому пути, что сначала мы гуляем там 8 дней, а потом, когда знаете, что у вас экзамены. А мы сначала знаем экзамены, как и раньше, как и в наше время. А потом большие каникулы. А философский закрыт, решетки. А тут все хорошо, и я принимаю экзамены, историк. И вот один у меня сидел буквально на первой паре, парень. Я спрашиваю, что такое свобода? Он все занимался, записывал все. Свобода – это осознанная необходимость. Ну, говорю, хорошо. Вот представьте, что вы украли 100 тысяч. И вас поймали. И посадили на 7 лет. И вы года два отсидели, когда? Там, когда сидишь, есть время подумать. И вы поняли, что воровать нехорошо. Что необходимо не воровать. И что правильно вас посадили. И справедливо сделали наказание. И что, теперь вы свободны еще 5 лет? Два отсидели, а еще пять. Вы что, теперь свободны? Осознанная необходимость налицо. Правильно? Осознанная необходимость. И тут заходит девушка такая. Высокая, красивая такая. Вся с мороза такая, румяная. Но позже, чем другие. Все уже сидят, готовятся. Я говорю, а вы знаете, что такое свобода? Она еще не успела так и раздеться. Особенно там и не раздевается. Холодно было вот в этой влектории. Мороз. Да, вот. Свобода – это господство над обстоятельствами, со знанием дела. Она. Господство над обстоятельствами, со знанием дела. Вот если над вами господствуют обстоятельства, вы свободны или нет? Нет, конечно. Правда? Вы же раба этих обстоятельств. А если вы господствует с обстоятельствами, ну вы, наверное, закон Омута не можете отменить. И я не советовал бы рисковать насчет, если вы свободны и господствует над обстоятельствами, но над законом тяготения вы не можете готовствовать, потому что как бы… Не прыгайте, пожалуйста, вот с этого, с третьего этажа. И со второго тоже лучше не прыгать. Ну, ногу сломайте себе, чего хорошего. Ну, с первого можете прыгнуть со ступеньки, это нормально. То есть господство над обстоятельством нужно быть со знанием дела, потому что нет абсолютного господства. А есть господство с учетом необходимости. Но все-таки господством обстоятельствами. То есть когда вы учитываете необходимость, но действуете так, какую вы считаете необходимым, господствуете. Вот это свобода. Это у Маркса такое определение свободы. Почему-то оно не популярное. То есть его не знают. И все время попадают в просад. А некоторые говорят, свобода – это свобода выбора. Выбирайте. Вас застрелить, утопить или повесить. Свободны? Нет. Ну, вот, то есть такое наивное представление. Такие, откуда они… То есть Энгельс это хорошо назвал. Если люди не образованные, так сказать, в области диалекции и философии, они кормятся остатками умерших философских систем. И обрывками перед курсов, несистематически прослушанных в вузах. То есть в голове каша. И это… То есть если человек сознательно не построил себе такую систему знаний, то, ну, конечно… Ну, что у него гуляет в голове? Ну, что попало когда-то? Или в детстве вам сказали. Там ничего же не объясняют. Там ребенок что делает? Повторяет. И больше всего непонимания, в каких самых известных категориях. Почему? Потому что они известны с незапамятных времен. Вы им все время их употребляли. А зачем кто будет думать о том, что и так известно? И никто и не думает. Ну, вот и происходит, что вот люди не готовы. И вот вся история человеческого общества предстала тогда не как хаотичная такая борьба царей, там, народных масс, восстаний, убийств, кровопролитий, войн. А что предстало? Как движение в рамках одной формации, потом следующей формации, потом революция, переход от этой формации к другой. Следующая формация – революция, следующая формация. И, наконец, когда идет возвращение к коммунизму снова, то уже революция не может быть. Потому что, во-первых, нет для этого основания, нет и классов, при полном коммунизме нет же классов. И нет, и произошло уже у вас не коммунизм первобытный, а произошло отрицание отрицания, а богатство снова возвращения к общественной собственности на основе освоения и усвоения всего богатства, добытого, и в том числе материального и духовного, добытого человечества. Вот тогда, да, тогда этого нет, этой классовой борьбы. Тогда классовая борьба завершается, и тогда мы можем говорить о полном равенстве, потому что коммунизм равенство предполагает только в одном отношении, в смысле, что нет деления на классы. А так, но люди никогда не бывают полностью равны. Правда? Вот никак мы не можем быть с вами равны. У одного одни глаза, у другого другие, у одни волосы, у одни привычки другого другие. То есть равенство и справедливость только в смысле уничтожения классов. Никаких тут других нет требований. Вот что надо усвоить. Ну вот я думаю, на этом мы сегодня и закончим. Спасибо за внимание. Радуйтесь, что мы с вами не в Бравлодельском обществе живем. Уже хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok